Продажи автомобилей в Китае в январе рухнули на 22% по сравнению с январем 2019-го, пишет Bloomberg. Снижение продолжается уже полтора года и усилилось из-за вспышки коронавируса. По этой же причине Международное энергетическое агентство прогнозирует в этом году самый низкий за 9 лет рост потребления нефти. От вируса в Китае за сутки умерли 242 человека, заразившихся почти 50 тысяч. Резкий всплеск связывают с изменением методики учета больных. Уволен целый ряд руководителей Ухани и провинции Хубей, эпицентра вспышки. Нескольких чиновников отправили в отставку за то, что устраивали банкеты во время карантина. Эрдоган выдвинул Москве и Дамаску ультиматум. Либо сирийские войска выходят из Идлиба, либо Анкара отказывается от всех договоренностей и начинает полномасштабную военную кампанию. Очередные турецко-российские переговоры пройдут в ближайшее время в Москве. Два предыдущих раунда провалились. В Брюсселе собрались министры обороны стран НАТО, чтобы решить, как отвечать на российское гиперзвуковое оружие. А Совбез ООН принял резолюцию по Ливии, требующую прекращения огня. Россия от голосования воздержалась. Шереметьево перестанет быть государственным аэропортом. Акционеры, семьи олигархов Пономаренко, Скоробогатько и Ротенбергов, намерены выкупить оставшиеся 30% крупнейшего авиахаба страны. Эксперты предполагают, что такая же участь ждет и Сбербанк. Его планируют передать с баланса ЦБ Росимуществу. Сумма сделки 2,8 триллиона рублей. Заплатит Минфин из Фонда национального благосостояния. Иностранным акционерам уже сейчас принадлежит больше 45% Сбера. Госдума одобрила поправку в Конституцию, которая позволит бывшим президентам занимать пожизненный пост в Совете Федерации. Такой же пожизненный статус предлагают давать сенаторам из так называемой президентской квоты, тем, кого в совфет назначает глава государства. А вот Знамя Победы рядом с российским триколором Госдума поднимать не разрешила. Речь идет о днях воинской славы, которых сейчас 17. Половина из этих дней связана с событиями 13-19 веков, заявил депутат Богодухов. Красное Знамя, по его мнению, ущемит права городов, которые не являются городами-героями. Законопроект заблокировала Единая Россия, все остальные фракции его поддержали. В Финляндии работники бумажной отрасли провели успешную забастовку. После двухнедельного протеста работодатели согласились выплачивать компенсацию за дополнительные часы работы и поднять зарплаты на 3%. Бумажная продукция – один из главных экспортных товаров Финляндии. Забастовка обошлась отрасли в 20 миллионов евро. Более 730 ученых и журналистов-популяризаторов науки требуют отменить приговор участникам группы «Сеть», которую признали террористической. Подписавшиеся под обращением заявляют, что доказательная база была крайне слабой, а приговор свидетельствует о параличе судебной системы. Фигурантам дела дали от 6 до 18 лет колонии. В Новочеркасске 7,5 лет колонии строгого режима получил доктор технических наук Тимирев, его обвинили в госизмене. Материалы дела засекречены, ФСБ заявляет, что ученый передавал Вьетнаму данные об оборудовании, над которым работал. Адвокат заявляет, что якобы секретная информация есть в каждой библиотеке, а у самого подзащитного серьезные проблемы со здоровьем. В Тюменской области уволили следователя Аглиулина, который отметил свое повышение под лозунги «Жизнь ворам» и «Ауе». На вечеринке с новоиспеченным майором среди гостей были начальник отдела по борьбе с оргпреступностью и следователь по особо важным делам. Снимал видео и выкрикивал лозунги, друг виновника торжества, который заявил, что просто зашел в ресторан купить чачи и увидел знакомых. По уровню преступности Тюменская область на 25-м месте. «Жизнь ворам», «Ауе», «Судья», «Прокурор». «Жизнь ворам» «Ауе» «Жизнь ворвавла?» «Контакfoot?»